Какие именно задачи перед местными властями обозначил глава региона, расскажем в следующем выпуске программы «Республика». Многодетные семьи Чувашии смогут получить удостоверение и посещать учреждения культуры и физкультурно-оздоровительные организации на льготных условиях. Порядок выдачи сегодня утвердили на заседании Кабинета министров. Удостоверение многодетной семьи – официальный документ, подтверждающий статус. Получить его может один из родителей, воспитывающий трех или более детей до 18 лет. Необходимо обратиться в Центр предоставления мер социальной поддержки, предоставить документы. В течение 10 дней мы рассматриваем и через 5 дней выдаем удостоверение. В числе рассмотренных вопросов – субсидии городам и районам на благоустройство дворов и общественных мест. 385 миллионов из федерального бюджета, почти 3 миллиона средства республиканского. Распределение пройдет по методике Министерства строительства и ЖКХ России. Первое – это должно быть в населенных пунктах не менее тысячи человек, проживающих. Второе – это количество домов многоквартирных, участвующих в программе капитального ремонта. И количество людей, проживающих в данных муниципальных образованиях. 457 новых объектов появятся в республике благодаря программе «Инициативное бюджетирование». Что обустроить в своем населенном пункте выбирают жители. Разрабатывают проект, вкладывают свои средства, к которым добавляют деньги муниципального бюджета и республиканского. На 2019 год на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, предусмотрено 227,3 миллиона рублей. Из них на территории городских округов 17,5 миллионов рублей, на территории сельских поселений 209,8 миллионов рублей. 160 проектов направлено на благоустройство объектов коммунального хозяйства, 151 – на ремонт и строительство автомобильных дорог местного значения, 34 – на создание детских и игровых площадок. «Инициатива не наказывается, а инициатива поощряется, и огромные средства мы выделяем. На начальной стадии реализации этого проекта мы даже сами не рассчитывали, что это так сильно будет востребовано нашими жителями. По факту, на самом деле, очень здорово. Это как раз связь с народом». Механизм работает в республике не первый год. Благодаря инициативному бюджетированию в сельских поселениях построено 13 участков автомобильных дорог, 19 детских площадок и парковых зон, проведен ремонт в 23 школах, домах культуры и детских садах. Самые активные – жители Маргаурского района, Красночитайского, Канажского и Урмарского. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика.